Многие садоводы, приобретая саженцы, задают вопрос, а когда лучше их сажать? Осенью или весною? Есть несколько вариантов. То есть, если вы покупаете, приобретаете теплолюбивые растения, то лучше их сохранить до весны, где-то в таких искусственных условиях. То есть, это или подвал. Я часто делаю так. Беру мешок, вставляю туда саженцы, обкладываю мохом влажным, этот мешок завязываю, чтобы влага не уходила, и таким образом храню до весны в погребе. Можно, если у людей, многие говорят, ой, у меня погреба нету, подвал, но он холодный. Вот. Тогда можно просто прикопать. То есть, выкапываем ямку, траншейку, ложим эти саженцы и засыпаем землей. То есть, земля для этих саженцев будет как одеяло. И она сохранит от морозов. Последние годы у нас, в принципе, зимы теплые. Больше мороза, чем минус 15, не бывает. Поэтому я как-то уже последние годы эти саженцы и не прикапываю, а сразу сажаю. Даже вот видите, сегодня у нас ноябрь месяц, а уже эти саженцы были месяц назад выкопаны, и они уже пустили корешки. То есть, вот в этой влажной, еще теплой земле, они уже, если мы их посадим, они приживутся, и в следующем году активно пойдут расти. И даже, если заложили, вот у меня в руках саженцы нектарина, вот, я уже вижу на них даже цветковые почки. Поэтому они могут даже первый урожай дать. Поэтому выбор перед вами, но, все-таки, есть шанс, что зима будет суровая, и лучше всего их где-то сохранить. Или в подвале, или прикопать. Сейчас я вам покажу, как я прикапываю саженцы. Выкапываем где-то траншейку глубиной, где-то сантиметров 30-40. Вот я беру саженцы. Вложу их в траншейку. Положил. И сейчас я их засыпаю. Вот таким образом. Неукрытые верхние части саженцев можно обсыпать листвою, которое в любом саду есть в конце осени. И оно тоже будет функцию одеяла выполнять. И таким образом до весны. Весною мы, как только земля оттаяла, мы эти саженцы достаем из укрытия и сажаем. Чем раньше мы посадим, тем они лучше проживутся. То есть, бывает, что забыли. Потом уже, когда сады начали распускаться, мы вспоминаем, что где-то у нас эти припрятанные, прикопанные саженцы были. Не забывайте, как только лопата весною будет лезть в землю, сразу эти саженцы садим на постоянное место. Многие интересуются у меня, как сохранить саженцы, если нету подвала. В таком случае многие берут эти саженцы в мешок, в тряп, тряпкой обворачивают корневую систему и ставят или в тамбур, или на балкон. Ну, я бы не рекомендовал этого делать. Потому что, все-таки, если не осенью, то весною они раньше времени проснутся и потеряют энергию в росте. Уже почки начнут просыпаться и прорастать. И потом им очень тяжело будет приживаться на постоянном месте, где вы его посадите. Поэтому не бойтесь, что саженцы будут у вас находиться в таких немножко и спартанских условиях, вот как я вам показал в прикопе. Но они нормально будут себя чувствовать. Чувствовать и по весне, если вы все правильно сделаете, правильно посадите, они вас отблагодарят будущим хорошим урожаем. Многие делают ошибку, когда берут саженцы и прикапывают до весны их в теплицы. Я считаю, что здесь большая ошибка кроется в том, что если осенью эти саженцы будут нормально себя вести, то к весне они уже выходят из фазы покоя, у них начинается сокодвижение. В теплице весною появляется дополнительное тепло, они могут проснуться, пойдет сокодвижение. Но весна переменчивая. Сегодня на улице может и плюс быть, а завтра минус 10. И при минусе 10 в теплице тоже появится минусовая температура, эти саженцы могут подмёрзнуть. И потом вот мы разводим руками и спрашиваем, почему у меня саженцы посадили, они целое лето стоят на одном месте и не растут, потому что они подмёрзли. Подмёрзли и уже надо им время дать, чтобы они как бы отошли и дальше пошли в рост. Я надеюсь, что мои подсказки и рекомендации помогут вам сохранить приобретенные вами саженцы. И вы правильно их весною посадите, и они вас уже через два отблагодарят хорошим урожаем. Всех вам благ!